В чем сила, брат? На легендарный вопрос героя кинофильма 90-х участники и зрители фестиваля «Силач» ответили бы в Иванове. На этот раз фестиваль здорового образа жизни прошел в областном центре уже в седьмой раз. Помимо традиционных силовых направлений единоборств и других площадок, организованы интерактивные площадки. Это лучный тир, полоса препятствий и вызов принят, мастер-классы по рукоделию, гетто-баскет для всех желающих тоже можно покидать в кольцо. «Силач» снова собрал профессионалов и любителей спорта и здорового образа жизни со всей Центральной России. На одной площадке десятки различных спортивных направлений. Показательные выступления по гиревому спорту и пауэрлифтингу. Но особенно поразили зрителей выступления силачей-экстремалов. Этот спортивный снаряд называется «Бревно». Его вес без утяжелителей – 60 килограммов. Но без дополнительных блинов спортсменам неинтересно. Рекорд Андрея Смирнова из Нижнего Новгорода – 150 килограммов. Ко всему нужно подходить с головой, то есть не перегружать себя, ну и, соответственно, сушить наставника, вот в шляпе которой. Это не просто показательные выступления, а соревнования. У каждого силача есть всего минута, чтобы взять вес и зафиксировать с прямыми ногами. Как и в любом спорте, есть успехи и досадные неудачи. Музыка Еще один необычный вид спорта – масс-рестлинг. Изначально это национальное единоборство народов Якутии. Задача спортсменов – вырвать палку или перетянуть соперника на свою сторону. Кажется просто, но как бы не так. «Он как и силовой. Там подключается очень много групп мышц. Во-первых, все группы мышц работают. От нижних до верхних конечностей. Проявляется там и гибкость, и сила, выносливость. Обязательно надо там, как вот объяснял силовой, но там нужно, как в шахматах, тоже подумать, куда перетянуть, куда шагнуть, как вывести соперника из равновесия». Фестиваль не случайно проходит ежегодно именно в День России. Наша страна издревле славилась богатырями. Участники силача ежегодно доказывают, что поколения нового тысячелетия от легендарных предков не отстают. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.